Добрый день! Перед вами домашний текстиль-сток от немецкого бренда Lidl. Мы начинаем. Подробности об этом лоте вы сможете узнать в ссылке под описанием. Вот это вот две тунки, подушки. Немецкий текстиль отличается, но вообще немцы на самом деле любят все эти предметы домашнего обихода, и они у них обычно качественные и продуманные. Это пранаяма-подушка или подушка для беременных, чтобы было удобно лежать, или, может быть, кто-то ее использует как обычную подушку. Я покажу вам состав лота, а вы подробности сможете узнать в ссылке под описанием. Флисовый плед. Вот это вот его половина для детской комнаты. Флисовый плед. Здесь он побольше. Посмотрите. Вот. Хорошее качество. Я не буду его разворачивать весь. С товара сняты этикетки, то есть их здесь не будет. Но ваша выгода в том, что основной клиент женщина, она любит такие вещи домашнего текстиля. Давайте перейдем дальше к тряпочкам. Посмотрите, сколько их здесь. Очень много Виледы. Виледы хороший бренд. Здесь есть разной толщины тряпочки. Вот видите. И разные по своим размерам. Для уборки дома. Они сейчас в магазинах стоят, если хорошие, не так-то уж дешево. Вот здесь, смотрите, есть еще для швабр три штуки. И есть еще для гладких поверхностей тряпочки, которые подходят для автомобилей или для стекла. Вот они тоже входят в этот лот. Так, сейчас одну секунду уберу. Сюда входит также клейкая лента, которая чистит. Чехол для автомобильного сидения. Вот такой маленький. Это вот у кого дети, чтобы чехол сидений не марать. Потом, смотрите, здесь скатерти для кухни и салфетки. Вот эти салфетки, на них ставится посуда, которую помыли, чтобы она стекла. Очень удобная штука. Помогает сохранить столешницу в хорошем состоянии, потому что берет на себя водный удар. Вот эти вот штуки. Когда посуда, знаете, вода стекает с помытой посуды. Потом, если стол сырой, на нем что-то не появляется. Здесь скатерти флизелиновые, причем флизелин очень хорошего качества на дачу или, может быть, на пикник. Вот это тоже непромокаемое. И они неодноразовые. Здесь большая скатерть прямоугольной. А, нет, она круглой формы. Большая скатерть на достаточно большой прямоугольный и такой овальный стол. Овальный, я думаю, как назвать? Овальный. Так, здесь у нас кухонные полотенца, хлопок. Есть лен. Здесь полотенца, которые маленькие. То есть они могут быть для ванной комнаты, а могут быть для кухни. Это уже каждая хозяйка найдет применение таким полотенчиком. Здесь есть полотенца, которые для головы. Ну, так скажем, не совсем они ванные, такие небольшие. Хлопок. Все однотонные. И вот это полотенце, оно, у него сверху хлопок, а петля, она с другой стороны. Для головы удобно, потому что она хорошо наматывается. Есть банные полотенца. Они уже большие. Вот такие. Здесь подкладка непромокаемая, под матрас, там что-то еще может быть. Применений много такой штуки. Флизелиновая дорожка для украшения любого стола. Холщовая сумка, которая в хозяйстве может обязательно пригодиться. Капюшон для сауны. Для кухни. Дальше переходим. Здесь флисовое постельное белье. Вот пододеяльник. Односпальный. И наволочка. Из флиса. Наволочка на замке. И второй пододеяльник. А вот наволочки нет. Давайте посмотрим, может быть она здесь. Я вот пока наволочки не вижу. То есть одна наволочка, два пододеяльника. Это из флиса. Дальше из хлопка. Белье из хлопка. Двухсторонняя наволочка. Трикотажная наволочка. Их две штуки из трикотажа. Посчитаны как одна. Здесь простынь, которая не на резинке. Так, это, сейчас я вам скажу. Это, это чехол. Это простынь для спального мешка. Люди ходят в походы. И чтобы спальные мешки не портить, вот простынь для спального мешка из хлопка. Дальше. Здесь идет пододеяльник на замке. Судя по тому, что вот эта его половина, он получается так. Вот эта половина, значит он на большую двухспальную, двухспальное одеяло. Хлопок на замке. Здесь идет пододеяльник. Да, он тоже большой. И он тоже на замке. Он хлопок. Сейчас я попробую его развернуть, чтобы показать рисунок. Вот, на нем какие-то вот цветы, одуванчики. Да, это большой пододеяльник из хлопка. Комплект для детской комнаты. Наверное, это простынь или может быть маленькая деялка в коляску. И наволочка. Симпатичный. Хлопок. Так, тоже набор. Две наволочки. На европодушку. И также чехол или на матрасник что-то. Или может быть это на одеяло или на коляску даже. Так, здесь две наволочки без замка. Хлопок. И пододеяльник. Да, пододеяльник на большое одеяло. На большое одеяло. Хлопок. Дальше. Здесь идет шторы. Для ванной комнаты. Вот он идет с прищепками. И вот эти вот кольца, они вот здесь вот. Вот здесь мы их положили для того, чтобы они не выпали. Для ванной комнаты обычная, стандартная по размерам. Ну да, вот она обычная получается. Шторка для ванной. Две шторки для спальни. Готовые. Вот у них здесь уже есть лента. И вот такое крепление на гардилы. Посмотрим по длине. Да, стандартные длинные обычные шторы. А внутри вот такая ткань. Их две штуки. Они однотонные, что сейчас является модным. Вот вторая. Одна штора. Готовая, красивая. Вот ее изнанка, вот ее лицевая часть. Длинная. И с такими же креплениями для гардины. Для спальни. Здесь идут простыни для спальных мешков. Может быть, для матрасиков, которые служат для дачи. Имеется в виду чехлы на коврики, которые кладут на скамеечки. И вот они пошли. Простыни, которые на резинке. Они совершенно разные по размеру. Есть 180 на 2. Есть 160 на 2. Есть 90 на 2. То есть разнообразие большое. Вот это простынь из хлопка. Вот это из трикотажа. Качество очень хорошее. Хлопковый трикотаж. Похоже, что она, наверное, на 90. Да. Это тоже хлопок. На 160. Это трикотаж. На 90. Да, на 90. А вот это, смотрите, это флис. Флисовая скатерть. Ой, простынь, да. Она на 160. Трикотаж. Это не трикотаж. Это фланель. Фланель. Вот хлопковая фланель. Вот это, похоже, 180 или 2 по ширине. Ну и все они по стандарту 2 метра. Здесь идет, скорее всего, наверное, на 90. Да, похоже тоже, что на 90. Это нарядное очень, как шелк. 160. Я могу ошибаться в размерах, потому что надо смотреть на эти... на бумажки, которые здесь не всегда есть. Вот, например. Мне кажется, что она на 90. А тут непонятно. Да, она на 90. 90 или метр по ширине и 2 метра в длину. И вот еще одна нарядная. Давайте посмотрим по ширине. Похоже на 160. Да, это 160. Похоже на это. Нарядная. Подробности об этом лоте вы сможете увидеть в ссылке под описанием. А, еще не сказала, что вот эта вот подушка для беременных, либо ортопедическая подушка, у которой отклеиваются липучки вот здесь. Вот она может для машины, может для чего угодно. Идет в подарок к этому лоту. У нее здесь небольшой дефект. Я думаю, что это легко ототрется салфеткой. Ну, если вот она в любом случае будет в подарок к этому лоту. Спасибо. В стоимость входить не будет, а в вес будет.